дорогие уважаемые собирайтесь чай кофе джейн тоник у кого что есть под рукой у нас сегодня был длинный рабочий работающий привлекательный извлекательный день немножко устали но захотелось все-таки такой благотворный день как будто завершить и продвинуться дальше к постели сегодня я планировала честно говоря заснять эти покупки которые делала в прошлом году только доставили неделю назад доставили и этим дело закончить но проснулись энергия прямо бушует у меня настроение как говорится съемочное мужу говорю давай снимаем на английском на русскоязычный на русскоязычном на русском и двигаемся дальше засняли сейчас говорю давай все таки то что планировала тоже сделаем и как раз немножко отдохнула присяду у камина чай выпил полезный но ужасно выглядящий уже день будет такой еще лучше хорошо не терпелось этот ковер посмотреть оказывается как говорила моя бабушка тот большой ковер который первый купила помните для living room это моющийся ковер то есть можно этот ковер положить стиральную машину я не знала как узнала что-то хотела прочесть по моему другой ковер искала этот тоже попался и там написано ваша полка вы как ваша был и показывают что можно положить в стиральную машину и review читаю кто-то попробовал положил в машину хотя он такой большой как такой ковер можно вообще впихнуть машину это не знаю но самое главное самое смешное кто-то положил вы потом сушилку положил и ковер превратился чуть меньше она даже ей прислали новый ковер извинились прислали новый ковер она даже фото сделала то что купила и в стиральную машину положила это что новый прислали да кто бы мог подумать и очень легко даже я не знала это он материал знаете какой он гладкий не такой как будто махровый не вот такой да а более гладкий я то что мою полы полотенце да такое есть мягкое этим даже проходилось иногда когда очистила и по ковру тоже проходилось потому что гладкая поверхность как будто не ковер а я не вас взяла еще один такой купила но в длину такой раннер купила как раз такой раннер то что из коску покупала загрязнился и сразу в гараж положила немножко в гараже использовали и выбросили потому что я мыть ковер не буду здесь может быть летом если какой-то ковер такой хороший дорогой и что-то из себя представляет такое эмоциональное может быть и помою или почищу или кого-то позову помоют но такой маленький длинный ковер постоянно мыть или выбрасывать не жалко иногда но хорошо используем потом уже выбрасываем взяла такой купила чтобы когда полы мыла еще и по ковру проходилось поэтому так дела попробую если понравится какой качество буду только такие ковры покупать и чистить легко и выбрасывать не жалко что она хочет этим сказать все перестала внимание хочет наверное такие женские замашки делает то так лежит то так окей с ковра начнем потому что мне не терпится посмотреть и я не помню что я такой цвет брала совсем совсем другой цвет на картине и такой легкий люблю когда ковер легкий можно самостоятельно без помощи туда-сюда продвигать на кухне буду стелить это как шаль можно на себя накинуть и будет тепло легко и свободно давай пойдем на кухню примере какой легкий как ткань но эта часть очень такая липкая прилипнет и никуда не двигается даже не надо эти специальные штуки положить чтобы не двигался но я на всякий случай положу потому что когда наш зоопарк начинает как лошади по дому скакать ковры тоже с места двигаются искала серый рамы и уже по ходу начала искать какие-то расцветки если подойдут по моему очень даже хорошо прикреплен это хорошо ревью хорошие были когда покупала даже не даже не подумала пойти посмотреть что пишут люди смотрю как будто общую оценку скажем 4.7 это хорошо уже обычно 5 баллов самый хороший так очень редко бывает так бывает 5 баллов если только один человек купил и ему понравилось понравился и 5 баллов положил но обычно это наверное они сами ставят вышла очень хорошо подходит к ее расцветке думаю ей понравится сейчас она проверит примере она любит на коврах располагаться все-таки девушка женщина мягкая любит удобная теплая говорит да очень понравился хороший все этим довольна на несколько думаю месяцев не хватит бизнес на рождественские скидки смотрела и купила несколько игрушек туда-сюда цены бесподобные были подумала точно довезут до нового года и многое довезли до нового года доставили и успела как будто использовать видели но вот эти новогодние игрушки были новогодние игрушки были но не помню конкретно что к чему про этих забыла смотрите какие хорошие откроем не терпится все новогодние так аккуратно красиво думала к слову собрать эти елки новогодние украшения с меня наверное два три дня уйдет за два часа я дочка и старший сын паства закончили все в бункере аккуратно все сложили и потом вспомнилось что я еще что-то заказала до до нового года прям вот так и положу не удалю из бакса коробки открываетесь отсюда открывает ой смотрите как сумочка как я оставлю просто хочу на игрушки посмотреть очень трудно открывается как будто наверное нужно сумочку как-то разбить не открывается не хочу просто другую коробку не хочу доставать смотрите дедушка мороз в оранжевом или в бронзовом пальто такие были у меня знаете это как будто продолжение или другая серия того что я уже купила и подумала как раз очень даже хорошо такие шишечки золотистые позолоченные сова будет в ролях тоже бронзовые оранжевые в общем итоги очень даже красивые новогодние игрушечки и шары разные этот красивый новогодние игрушки всегда актуальны они всегда красивые и на них всегда хочется посмотреть особенно те которые напоминают игрушки из детства вот эти например но по мне те что были у нас по моему немецкие были такие красивые были зеленые и красные с золотыми ветками хвойными ветками и звездочками по моему они у всех были и это уже все повторяется теперь дайте мне час чтобы все это собрать так как было могла бы просто посмотреть прозрачный но нет хочется потрогать почувствовать здесь если не ошибаюсь это феи волшеб феи или ангелы посмотрим для елки для этих елок те что возле камина поставила смотрела на них смотрела украшать не хотелось потому что уже красиво смотрелись особенно когда лампочки зажигала но хотелось чтобы что то было все таки и увидела и купила все для следующего года и год заранее еще хочу сделать маленькое объявление год раньше говорю объявляю что в следующем году у нас будет месяц vacation то есть в месяц будем отдыхать а не две недели я ничего не поняла глазом моргнула две недели прошли а в следующем году глазом моргну месяц пройдет все так быстро проходит но сегодня с мужем говорили ничего не поняла что за отдых был что делали все таки гостей встречали по дому убиралась укладывала то делала другое делала не успевала даже я ничего не поняла от моего отдыха говорит в следующем году месяц будет поймешь так что потом не забавите Генея возвращайтесь в месяц о да смотрите это должна открыть по моему очень красивые 50 долларов цена я купила не помню не помню очень хорошая цена была очень очень как не полка смотрите как это одевают на елку о да такая пластиковая штука можно можно просто так прямо взять и положить на макушку скажите что нежно даже куколки так можно использовать поиграть немножко поиграть не знаю как у вас в детстве было но у меня в детстве помню красивые хорошие куклы в коробках стояли над сервантом и ждала когда мама с папой скажем уйдут или уедут куда-то чтобы взять эту куклу и в коробке прямо немножко играть потом уже наверное я немножко озверела и удалила из коробки и потом помню даже нарисовала немножко помню правильно делали что в коробке держали ну столько не давали с этой куклой играть что когда уже наверное разрешили я и платье сшивала и помню ручкой тоже что-то рисовала на кукле лежала на серванте чистая красивая смотрите красивая чая нравится тебе Алян очень я так и думала так любит такие куклы его тоже в детстве не дала с куклами играть но он говорит я помню у нас у моей мамы были какие-то куклы черные и моя тетя совсем не любила эту куклу моя мама куклу клала на кровать чай а моя тетя эту куклу брала и куда-то кидала интересно да два таких купила а другую не открою девочки ему не понравилась кукла он говорит почему голова такая маленькая у этой куклы потому что фея у фей головы головы маленькие бывают ты просто об этом не знаешь очень даже большая хорошая голова перестань тебе не нравится а многим это нравится все это уберу наверное я хорошо запаслась на следующий год посмотрим что у нас там еще но все нужно поверьте сидели с мужем общались разные темы были и шашлык тоже обсуждали что у нас мало канистра для чаркола для углей то есть были гости да у нас совсем недавно на шашлык одна эта штука не выдерживает столько угля чтобы такое хорошее количество сразу зажечь а не ждать чтобы сожглось потому что в этой штуке очень хорошо и быстро сжигается мушка говорит давай возьми еще один купи да один сожгли потом ждали пока другой сожжется и шашлык как будто затянулся и мой разумный муж сказал а давай возьмем еще купим сразу два зажжем сразу все в мангал и будем жарить шашлык я взяла на месте купила это самый недорогой был очень хорошая штука ржавеет если оставить во дворе или на открытом воздухе но это дело не мешает так что взяла и купила так какой большой ящик интересно что обсуждали с мужем когда я это заказала не знаю что я решила что помните платье себе купила такой пудровое платье цвет плавка пудровый вы писали так он мне не понравился цвет не понравился само платье материал как сидит очень понравился а вот цвет такой бледный на картине он такой более мягкий красивый а в жизни в реальной жизни цвет совсем не понравился взяла и поменяла на белый потому что по моему белый очень красивый цвет даже может быть надену сейчас если мне поленюсь обычно ленюсь это не знаю почему заказала о чем думала но хотела и скидка была хорошая на этот цвет подумала пусть будет не знаю какой цвет но уже не важно такие платья домашние не мешающие мягкие немножко прилегающие мне очень нравятся и особенно когда материал такой хлопковый такой стиль и материал мне очень нравится неизвестный цвет но поглажу надену и будет очень даже известный цвет вот разрез вот разрез был а я думала круглый был но это почти винек давайте быстро надену не поленюсь поленюсь состарюсь и надену и вот и все и надену я наверное укорочу не до колена а чуть ниже колена сделаю эта длина мне больше нравится такая длина потому что платье длинное узкое и должна шагать как японка чтобы не упасть смотрите минимум вот такой шаг могу сделать атаке куда я бегу я не умею медленно шагать поэтому это очень неудобно но если на укорочу будет лучше нравится очень нравится ему все нравится что не надену ему нравится почти ну разрез чуть такой откровенный ну пусть будет думала почему-то покупала такие такую круглую разрезу ну так еще лучше все это так мне понравился оно должно укоротить потушилась невозможно такие длинные узкие платья должны иметь какой-то разрез чтобы легко было ногу двигать поэтому наверное скидка была не знаю и само-самом тоже можно сделать но наверное хватит чтобы еще сидеть и надрезы делать на платье один из наших бошлих коровок прямо живут у нас идите к цветку котики с ними хорошо играются это какое дело мне очень нравится именно белый цвет этого платья и вообще мне белый цвет очень нравится и все о мои новые туфли не показывала или показывала не помню помню что пока не надевала Люси надевала ходила ей очень понравились такие хорошие удобные так соскучилась по этой высоте видишь высокая идея я говорила тебе да очень понравилось нужно будет оставить чтобы немножко или пару пара пара как называется этот инструмент пара варка нет не пара варка пара варка для мантов это помню слово писали манты пара варки надо в общем не утюгом этим то что с паром пройдусь и лучше будет выглядеть да и наверное такую зеленую есть у меня сумочка такая осталось найти куда пойти все есть мы готовы еще одно платье покупала вам не показывала или показывала не надевала раз уж решилась раз уж не ленюсь молодюсь пойду это тоже надену моей маме очень интересно было видеть это платье говорит ты какое-то платье показывала фото да когда что-то покупаю ссылку ставлю у нас amazon store есть и там можно найти то что купила платье купила фото показала а сама не надела это почти грех пойду надену такой незапланированный дефиле получился ну раз уж получился значит так надо было вам понравилось платье лучше кстати все вот такое удобное как будто совсем можно сказать, да, вечернее платье, все-таки не кожал, не повседневное платье. Такое платье наденешь куда-то на выходной, на выход, на выходной, или выйдешь на работу кукинг-шоу снимать на каблуках, но никогда такое удобное выходное платье у меня, по-моему, может и было, не помню, оно такое легкое, как будто ничего не надела, и чувствую, но все-таки я в чем-то хорошая, это покупалось, чтобы на новогодние праздники, может быть, на Новый год надеть, потом поленилась погладить, времени не было, не поленилась, если честно, столько всего нужно было, вы знаете, сами уже в таком спешке были, да, но сейчас думаю, куда мне в этом платье, Ара, придется что-то кулинарное снимать, спрашиваю, куда вы надеваете все эти платья, покупаете, покупаете, у меня кулинарное шоу, а шоу люди снимают нарядными, ну, вообще, лучше, чтобы платья были, потом, если понадобится, под рукой всегда есть какое-то платье, ярлык не снимала, потому что думала, а что, если надену, слишком такой, как у Золушки платье бывает, да, такие, о, пурпурное, на вид такой, думала, может и не понравится, ну, как надела, как будто в моем платье, да, тебе нравится? Лучше. Главное, что тебе очень нравится, все, Арам, сделала, других платьев, по-моему, все уже надела, или, может быть, не помню, но все надела, все, я раздеваюсь и иду готовить тако для детей, Мальчики на хоккейные занятия поехали, тако заказали, порадовались, посидели, чайку напили, посылки открыли, платье надели и хватит, пошла готовить. Значит, наши мальчики, если им каждый день готовить или пиццу, или тапу, не будут жаловаться. Сначала быстро пожарим мясо, потом добавлю лук и уже одну тонну специй, и будет готово. Такушез у нас есть, если не ошибаюсь, еще она нас попросили нарезать, и все. И сюда. Альма. Ок, ну, Меза, она так любит меня помочь, помогать, очень помогательная собака. Я на высокую положу. Тут кровь. Она мой хвостик. Моя подруга. Ок, достану. Быстро-быстро. Быстро-быстро, не могу ложки найти. Постоянно меняем места ложек. То одна дочка решает, что пора ложкам перейти сюда. Они время от времени шкафы очищают, укладывают, прикладывают. И решают, что сначала пусть будут здесь, потом там. А я ведь не в курсе. Индюк и говядина вместе. Всегда так делаю. Уже говорила сто тысяч раз. Уже знаете, индюк придает мягкость, воздушность. Ну, и как мясо тоже такое полезное. Полезное-полезное. Уже устала от этого слова, честно говоря. Ничего не полезно. Полезно то, что вы своими руками посадили или вырастили. Это вы знаете, что вы едите. Остальное в наше время никому нельзя доверять. Тем более магазинным продуктом, так скажем. Все, пожаловалась. Успокоилась специи. Сразу положу. Это кумин положила, чили положила. Немножко хайен тоже положил. Сын любит. С маленькой остренькой это вкусно. Любой фарш. Что еще? Черный перец. Куриандр. Можно. Тоже нужно. О, чеснок, чесночный порошок или куриандр. Куриандр, по-моему, у меня было у кого-то. Куриандр. Куриандр. Я люблю тебя. Хочешь? Хочешь, да? Что-то не помню, что и Андром. Куриандр. И голоса такие, да, интересные. У дублеж. Это не знаю, что. Ну что, хныли-су-ныли. Там несколько специй, так что хватит. Черный перчик, немножко базилик сделаю. Добавлю, то есть сушеный. Косту перца тоже добавляю. Масло никакое пока не добавляю. В конце посмотрю, может быть, кусочек сливочного масла положу. Еще немножко кипяток добавляю, чтобы смягчить эту структуру. О, чтобы лук не забыть. Соль тоже добавлю. Опять очень много соли добавлю. Чеснок, не чеснок, лук у меня всегда, знаете, из блендера. Потому что так легче, так удобнее, так никто его не видит, не жалуется, не паникует. Так, буду жарить. Потом добавлю перец, перец, паста, перец. Немножко водички и все. Еще наши растут, вырастают на фруктах, на ягодах. Если ягоды, фрукты есть, могут и прорваться без еды, то есть. То есть, что ты съешь голодный, говорит, нет, я блуберы съел, я голубику съел. Голубика, это не еда, это закуска. Окей. Я спасти готова, мальчики тоже сейчас подойдут, подойдут, подъезжают. Всегда с вами говорит, мам, проверьте в гараже, потому что кошки иногда в гараже идут. Пока не проверят, не напишут, что мы уже едем, или я уже подъезжаю, домой еду. Пока не проверят, кошки дома или в стиральной, потому что они там пушают, не войдет в гараж. А кошки в гараж превратили в свою территорию, ужастики. На всех машинах кошачьи лапы, и здесь, и повсюду. Маска не положу. Уже вижу, немножко как будто жирное мясо от себя. Можно заметить, да? Сейчас немножко, о, томатную пасту, капельку тоже добавляю. Иногда добавляю, иногда не добавляю. Всегда все по-разному делаю. Я так и не научилась все делать по одному и тому же, или рецепту, или способу. Всегда что-то меняю. Пахнут как хоккейсты. Мама! Мама! Привет! 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 Мама! Ты не уходишь? Мама! Мама! Ты уходишь? Где? 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 Готовы салфетки, бумажные тарелки, острая санция. Мясо здесь. Так, шелс уже разогрела, согрела. Сразу вот так кастрюлю кладу. Никто не стесняется, все по-домашнему. И несколько таких ложечек кладу, чтобы все одновременно могли угощаться. Базяки кава квек. Забираемся. Олсен еще такие взял, купил. Базяки кладу. Базяки кладу. Начо-самплей? Ммм. Сырные или начо-сир. Ммм. Спайси. Они острые. Ммм. Ммм. Мм. Мм. Ммм. 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 должна сделать, а то будет плохо. Ночью не усну. Уже несколько недель, так скажу, хочу приготовить замурованный сыр. То, что я помню из этого сыра, ну это не сравнится, но хотя бы хочется эту идею воплотить. То, что я помню, ну очень вкусный был, такой рассыпчатый, такой ароматный. И помню, знаете, что такое замурованный сыр? Быстро расскажу. В сыр добавляют сушеные травы. Я помню чабрец. Я вкус чабреца помню. Но, если не ошибаюсь, можно и другие ароматные травы. Укроп, тимьян. Что еще? У меня еще чабрец и чабрец. Два брата акробата. Эти добавлю. Что еще можно добавлять? Добавляю тицак. Знаете, тицак. Маринованный острый перчик. Но у меня под рукой ничего такого нету. Тицака нету. Можно еще и со свежей зеленью и, скажем, свежим перчиком тоже приготовить. Но поскольку тицака нету, свежий перчик есть, можно еще и с кинзой. Готовила на канале Эгине. Не знаю, как назвали. Замурованный сыр. Эгине сыр поищите, найдете или в описании оставим. Эгине сыр, если напишите, найдете точно. Два варианта или три варианта. Готовила. Уже не помню. Это было давно. Год назад. Нет, не год назад. Давно готовила. Решила взять, потому что острый вкус придает, по-моему, прелесть всему. Добавлю один халапеньо. И сыр. Почему идея пришла? Этот сыр мне напомнил на вкус какой-то очень вкусный, на мой вкус, армянский сыр. То, что я что-то помнила. Не знаю, мужу не напомнила, мне напомнила. И подумала, это если добавлю немножко тимьян, что-то остренькое, и оставлю на несколько дней, получится очень вкусный сыр. И как раз на сырную доску будет еще один вариант сыра. Как будто 10 вариантов не хватило. Мало было. Значит, берете сыр. Не помню, какой сыр брали. Моя баба, это всегда, у нее всегда был хорат панир. Очень вкусный. С горячим сельским хлебом. И хлеб разогревали, если он не свежий был. И этот сыр внутри. Больше ничего не надо было для счастья. Очень вкусный был. Но рассыпчатый. Это тоже, если посмотрите, смотрите, он такой и рассыпчатый. Как у меня нету, Тицака. Поискала, в соленье не нашла. Думала, есть, наверное, села тайком от себя. Да. Окей. Немножко нужно сыр как будто покрошить. Это важно. И дальше уже легко и просто. Знаете, как делали? Брали большие такие глиняные, пулик называется на армянском, кашки глиняные. И туда туго или крепко, или плотно клали сыр. Это уже когда специи добавляли, и все. Кто что добавлял. Вкус тимьяна до сих пор помню в этом сыре. И оставляли, покрывали какой-то тряпочкой, закрывали и копали или выкапывали, копали в землю. Не думаю, все копали в землю. Я не помню, что вы из земли доставали. Что-то такое не помню. О, знаете, что еще помню? Меня унесло. Еще сыр, по-моему, папа говорил, в шерсти, не в шерсти, а в коже или в кожуре, ягненка или баранины. Там держали этот сыр, и этот вкус баранины или ягненка придавался еще и сыру. В том сыре тоже помню тимьян. Или просто у меня такое воспоминание. Ну, а это какой вкусный был. Очень вкусный сыр был. Эни, у меня такой сыр уже, наверное, в жизни не попробую. Но хочется приблизиться. Да, вот такие дела. У меня... О, да, и сладкий чай. Этот хрустящий, не свежий, но хрустящий, горячий хлеб, сыр и сладкий чай. Иногда чай был именно с чабрецом. Я в детстве очень любила. Многие почему-то не любят чай. Сегодня у меня какое-то удаление идут не туда. Да, многие почему-то не любят. А я очень люблю. Для меня это детство. Сладкий чай с чабрецом и сыром, хлебом. Очень вкусно было. Но сейчас, знаете, я на интервальном. Я ночью чай не пью с чем-то. Такой пустой, голый чай пью. Это не весело. Но, как говорится, это тоже решила и делаю. Не люблю свой характер решающий, делающий. Перчик, наверное, кружочками нарежу, чтобы красиво смотрелось. Мы еще и думаем, чтобы дизайн был красивый. Это можно еще и свежий укроп, кинза, что еще интересно, тархун подойдет. Несколько видов свежей зелени и перчик. Если не хотите острый, берите и сладкий. Замешивайте и в холодильник. Уже замешивайте сыром и отправляйте в холодильник. Если не ошибаюсь, лучше, чтобы сыр был такой соленый, не малосольный. Потому что все-таки все соленое держится долго и надежно. Ну, как говорят. Передохранитель, хочу сказать. Арам, слово скажи. Лучше. Очень. Да, очень предохраняет. Консервант. Окей, это так. Немножко завершала. Уртс тоже из Армении мама прислала. Столько хватит, думаете? Все наглазил. Наверное, все так и делали, наглазили. Сейчас посмотрю, если мало, еще немножко добавлю. Ну, хотите, чтобы в сыре он был немножко как бы виден. Она видна зелень, но чабрец мужского рода. Путаете людей. Путаете людей. Это так. Хочу почему-то титрон тоже добавить. Титрон чабр. На английском савори. Уртс, чабрец, тайм. Звучит как тайм, как время. Но по-другому пишется. Это я вас заговариваю. Ммм, такой хороший аромат пошел. От этих двоих. Если сельского свежего или не свежего хлеба нету, можно прямо в лаваш это завернуть. Томат свежий или огурчик. И все. Счастливый. Положу сюда, потому что не могу найти. У меня такие маленькие были. Если видео посмотрите, там такие красивые кувшинчики у меня глиняные. Это я из мексиканского магазина покупала. Давным-давно тоже. Но тоже подойдет. Аромат такой хороший. Уже представляю, как это будет вкусно, когда несколько дней спустя. То есть ароматы уже более-менее будут впитаны в сыр и будет вкуснее. Хотя так уже вкусно. Честно говоря. Аромат, куда нам замуровать этот сыр? И крепко-крепко, смотрите, прижимаю. Чтобы хорошо познакомились. Девочки, пожалуйста, поаплодируйте моему глазу. Так радуюсь. Думала не поместиться. Потом, если хорошо прижать, поместиться. О, еще, знаете, помню. Это видела, как в деревне делают. Сверху, когда закапывали, еще и сверху. Тряпочкой покрывали, закрывали. Сверху сыпали углями. И этот аромат от углей тоже вроде бы передавался, передавался сыру. И был как бы копченый. Но мы это не будем делать. Хотя у нас полным-полно и углей и всего. Не выбрасываю угли. Под деревья, под цветы. Ничего не выбрасываем. Сейчас мы сельские жители. И у нас все сегодня, на сегодня уже. Это хочу удалить. Очень опасная штука. Можно сильно порезаться. Молодец. Половина сыра была. Подумала, один хватит сделаю. Но раз уж половина была, сделала один кусок. И половиной как будто точно схватила. Думаю, знаете, что сделаю? Тряпочку или вот такую штуку возьму. Салфеточку. И резиной. Можно, естественно, веревкой какой-то. Такой веревкой. Но можно и такой резиной прикрыть. И оставлю или во дворе, или в холодильнике. В холодильнике просто сейчас места нету. Моя нелюбимая ситуация в холодильнике. Когда открываешь и думаешь, что там кто-то прячется. И ты все равно не найдешь. Оставлю во дворе. Надеюсь, никто из наших животных не пройдется. Семена. Альма, дожди. О, мой гад. И сейчас черта. У нас икру доставили. Альма, ари, ари, ари. Очень холодно. Альма пошла, наверное, по своим женским делам. В женскую комнату пошла. Быстро почищу. Икру открою в холодильник. Икра у нас, знаете, спонсорская. Красная. Уже знаю. Два вида икры. Мне уже написали, что в вашу сторону едут две икры. Кстати, очень хорошая штука, чтобы что-то чистить, очищать. И прямо идеальное. Это так. Икру сейчас кушать не будем. Я на интервале. И думаю, она еще и холодная будет. Посмотрим. Знаю, что одна икра форелей. А другая не форелей. Я вам рассказывала. Не помню. Икру получили. Силва. По-моему, Силва. Самая такая называлась. Как называлась? О, да. Вот именно такая. Какая же вкусная была. Кремистая. Такая богатая. Очень понравилась. Без вас съели, потому что на каникулах были. Все каникулы икры. Икра, икра. Окей. Кстати, икру я рекламирую. Так что, еще нам код в скидку дают. В описании оставлю код на скидку. Пользуйтесь с уверенностью. У них всегда вкусно, свежее. Знаю. Это идет в морозильник. Ну, кто с хашем икру угощает? Но нам придется, потому что гостья не ест хаш. Интересная история. Думали, кого пригласить. Ну, хаш не все знают это блюдо. Муж говорит, хватит мучить Надю. Уже нее пригласили на харису. Ну, хариса, знаете, она такая специфическая, очень вкусное блюдо. По мне. Но, говорит, представь тебя угостят, пригласят на что? Какое-то блюдо, сказал Арам. И ты это блюдо никогда не ела, не пробовала. И как будто ты на риск людей, на какое-то традиционное что-то приглашаешь. И теперь говорит на хаш. Люди никогда не ели, что это? В общем, Марина, которая, в общем, Марину знаете, видели. Она мне написала, приезжайте в Гриер. В общем, длинная история уже рассказывала, не рассказываю. Говорю, она наполовину армянка. Арам, давай. Они к нам давно собирались. Мы, в общем, не смогли на Новый год встретиться. Все-таки армянка точно знает толк в хаше. Позвонила, говорит, он мой муж очень любит хаш. Ну, просто очень любит мой еврейский муж. А я хаш не ем. Ну, уже пригласил. Ну, с удовольствием придем. Говорит, я что-нибудь приготовлю. Как будто с собой принесу. Да, сандвич приготовь, с собой принесешь. Мы хаш будем кушать, ты сандвич. Сказала, ничего не надо готовить. Если муж так любит, мы троем будем хаш, а ты будешь в свой сандвич. Еще не решила, что приготовлю. Но, наверное, что-то вкусное. Все-таки впервые в жизни я людей приглашаю на хаш и что-то другое готовлю. Такого не было в моей жизни. Потому что есть блюда, с которыми просто по традиции ничего другое не угощаешь. Потому что ты недоуважишь главное блюдо. И вообще хаш это традиция. Это как будто для хаша нужны некоторые специфические ингредиенты. И все. Это лаваш, который пригласил. То есть пошла, купила копыта. Пригласила людей на хаш. И думаю, давай пойду, посмотрю, сколько у меня лаваша осталось. Ну, думаю, у меня там много в морозильнике. Но не заглядывала. Пошла у меня там две пачки. Связалась с друзьями в Бостоне, у которых пекарня лаваш пекут. Знаете, мне несколько раз присылали лаваш, сухофрукты из Армении. И все. И говорю, Армения-чан, можете спасти меня. Мне лаваш нужен, у меня две пачки. Я думала, у меня есть. Арнак наш очень любит. И по себе достает, режет, ест. В общем, а я не в курсе. В общем, я сказала, да, постараемся вовремя. Ну, anyways, посмотрим вовремя, доедет или не доедет. Если не доедет, придется поехать в какой-нибудь славянский магазин и из морозильника купить. Anyways, надеемся. Что хотела сказать? Все сделала. А самый главный ингредиент – хаш только с лавашем. Ни с чем другим, ни хлеб, ничего. Но в этот раз хлеб тоже буду делать. Посмотрим. Думаю, в этом месте, в новом месте все по-другому получается. И все по нашей душе получается. Значит, можно и с хашем что-нибудь другое. Все равно наши дети ведь не едят, терпеть не могут. Даже запах почувствуют. Это уже нехорошо. А в том доме, что было хорошо, в гараже варила. Почти, ну, все равно приносила потом на кухню. И в кухне продолжало кипеть. Но варилась несколько часов в гараже. Надо было купить этот ауттор, бэрнер. Завтра у меня времени нет. Завтра я готовлюсь на послезавтра. Думай потом, говори. Ну, завтра я из дома не выхожу. Завтра я пеку, подготавливаю, заготавливаю. It's okay. В нижнем этаже все равно мальчика дома не будут. Несколько часов, половину дня. На следующий день у мальчиков игры. Завтра и послезавтра хоккейная. Посмотрим, все будет хорошо, все будет в порядке. Это идет один в холодильник, другой в морозильник. Потом попробуем чистосердечное мнение, с вами поделимся. Нет, это гене не хотим, мы уже знаем. Еще раз узнаете.